В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. Ложное минирование. Сегодня в Международный аэропорт Одесса поступил звонок от неизвестного мужчины с информацией о минировании. Он сообщил, что на стоянке возле аэропорта стоит автомобиль, в котором находится взрывчатка. Всех людей эвакуировали из старого и нового терминалов аэропорта. Также задержали несколько рейсов. Примерно в 11.40 мы получили анонимный звонок о заминировании терминального комплекса. Были вызваны взрывотехники, все остальные спецслужбы, которые необходимы, все прибыли вовремя, четко отработали. Был зачищен зал вылета нового терминала, зал прилета старого терминала. Угрозы выявлено не было. Аэропорт возобновил работу примерно в 13.15. Информация о минировании не подтвердилась. Аэропорт работает в штатном режиме. По данному факту, полиция открыла уголовное производство. В теперешний час вырешивается вопрос о внесении ведомостей до единого реестра досудовых расследований, предпоченных частью первой статьи 259 Криминального кодекса Украины. Это заведомо неправдивое сообщение про загрозу безопасности граждан, знищение или уничтожение объектов власти. Санкция этой статьи предпочитает покарание у выгляде позбавлением воли на строк до шестых роков. Сегодня анонимные звонки о минировании аэропорта были еще в восьми городах Украины. В Харькове, Виннице, Ивано-Франковске, Херсоне, Запорожье, Днепре, Ровно и Черновцах. Сегодня ночью на промрынке 7-й километр произошел крупный пожар. В результате сгорел двухэтажный склад площадью около 900 квадратных метров вместе со всем товаром. Причина возгорания – ущерб устанавливаются. Тушили пожар 70 человек личного состава и спецтехника. В результате возгорания никто не пострадал. По прибитию до места виклику было установлено, что горит двухповерховый склад с майном промрынку 7-го километра. Склалася велика пожежная нагрузка та загроза распространения вогню на сусидней склады, та на полающий склад по всей площади. Незаконную стройку на Семинарской остановили. Уже больше месяца на объект не пускали ни представители ГАСКО, ни депутатов горсовета. По предписанию Приморской райадминистрации ворота, преграждающие вход, демонтировали, а котлован засыпали. Как все было, видела Полина Корек. Без конфликта не обошлось. На Семинарской 24А-1 в сентября ведутся строительные работы. По словам депутата горсовета Дениса Григорьева, строительство ведется не только без разрешительных документов, но и без проекта. Поэтому жители многоэтажных соседних домов опасаются, что их ветхие здания просто начнут сползать в вырытые котлован. К проблеме незаконного строительства подключились Приморская райадминистрация, ГАСК, а также прокуратура. Вот сейчас данную территорию, то есть незаконный захват земли Одесского городского совета, в первую очередь, вот это строение, которое сейчас построили здесь буквально за месяц, приводится в первоначальный вид, согласно распоряжению администрации. Также здесь присутствуют представители ГАСКО, прокуратуры, муниципальной безопасности. Ну, скажем так, все инстанции Одесского городского совета и области, наверное, уже побывали здесь. Представители ГАСКО и Горсовета неоднократно пытались попасть на стройку, но ворота были постоянно закрыты. Так как земля является собственностью города, Приморская райадминистрация выдала предписание о демонтаже ворот, которые закрывают вход на стройплощадку. Парадоксально, но люди, проживающие в этом дворе, в частном доме, с таким разрешением не согласны. Повещение суда, быстро покажите. Ворота прописаны в праве собственности. Вы нарушаете право собственности. Воровство, ребята, идет воровство. Незаконный спил, ворот идет. Как оказалось, у застройщика есть документы на уже готовый дом, которого по факту еще нет. То есть он получил право собственности на еще не построенное здание. У нас было обращение граждан, у нас был депутатский запрос. Мы вышли комплексно по адресу Семинарская, 24А и обнаружили, что у людей на руках документы уже на существующий дом и право собственности на существующий дом. Вы сами видите, сегодня это фактически захват городской земли. По словам людей, проживающих в доме рядом со стройкой, на месте раньше стояли хозяйственные помещения. Потом они разрушились и на их месте неизвестные начали рыть котлован для фундамента. На нашей территории, грубо говоря, в нашем дворе началось строительство. Кто что, ну мы не знаем. Органы установили, там горсовет, там администрация установили. Как сказали, вынесли какое-то решение о прекращении стройки, потому что стройка незаконна. Насколько я знаю, никаких документов не было предоставлено. То есть законность, незаконность. Как вы все можете видеть, здесь предпринимались попытки строительства. На данное строительство ни одного разрешительного документа нет. Ну, обыкновенный самовол. Незаконную стройку остановили. Рабочие выломали сваи и спилили арматуру, а также засыпали котлован. Полина Корюк, Владимир Ивжич, Телеканал Репортер. Скандал с реконструкцией сквера на французском бульваре набирает обороты. Инициаторы работ так и не нашли общий язык с местными жителями. Люди говорят, что не верят, что работы в сквере могут стоить 5 миллионов гривен. Кроме того, по их мнению, сквер в нормальном состоянии. Скандал разгорелся в четверг, когда на детскую площадку приехали бульдозеры и начали сносить качели рядом с играющими детьми. Как выяснилось, это проект, который хотят реализовать в рамках общественного бюджета. Это новая плиточка, новые бордюрчики. На детской площадке это резиновое покрытие, чтобы они не падали. Новые качели современные, горка. И восстановление вот этого замка, ремонт его. Не, ремонт его. Спил деревьев это первый момент. И я думаю, что здесь в результате после площадки может появиться дом. Или какие-то мафы. Или какой-нибудь ресторан. Вот у нас межквартальные проезды. У нас возле домов провален асфальт. Сделайте, пожалуйста. Подождите, двор, это не межквартальные проезды. Подождите, давайте возле парадных. Привет, Алёна. Давайте возле парадных постелим плиточку. Извините, мы сейчас обсуждаем этот сквер. Вы хотите потратить 5 миллионов конкретно этот сквер? Он нормальный, он живой. Качели все починяты. Пока не приехали ваши бульдозеры, здесь вообще все шикарно было. Люди требуют провести повторное голосование в рамках общественного бюджета. Они говорят, что опросили весь двор и никто электронную петицию не подписывал. В свою очередь инициаторы реконструкции пообещали, что если все-таки работы будут проводиться, люди смогут контролировать, на что пойдут деньги. Местные жители в субботу проведут свое собрание, обсудят, нужна ли им вообще эта реконструкция. Вслед за Стамбульским в Одессе скоро появится греческий парк. Будущий комплекс создают на месте лунного парка, примыкающего к Потемкинской лестнице. Сегодня с ходом работы деталями проекта ознакомились депутаты городского совета и чиновники, попутно проведав фаранцовскую колоннаду и дворец, которые находятся в процессе реставрации. Все подробности у Юлиана Аксенова. На месте будущего греческого парка сейчас идут подготовительные работы. Укладывается плитка, сооружаются подпорные конструкции, забиваются сваи. Вопрос укрепления склона, на котором разместится парк, самый главный и сложный во всем проекте, говорят специалисты. Баланс на сегодняшний день, вот этих грунтовых масс, он немножко нарушен. Это и время, это и вымывы, это и даже в двух уровнях вода, которая здесь находится. Надо в первую очередь делать укрепительные работы. Надо останавливать оползень, надо каким-то образом укреплять стены, которые уже под действием времени, ветра и всего остального потихоньку приходят в негодность. Для остановки подвижек грунта необходимо 700 свай, половину которых уже вбили. Парк ожидает масштабное благоустройство. Его разобьют на три зоны, где разместят огромный фонтан, детскую площадку и музей под открытым небом. Скульптуры, к слову, передаст Министерство культуры Греции. В парке будет несколько входов. Обещают установить и лифт. Проект создания парка предусматривает полное воссоздание легендарного рыбного ресторана. Были рассмотрены разные варианты. Мы подняли архивы, и областные, и архивы, которые находятся в Киеве. И мы нашли проект «Проказка», который был утвержден думой городской еще многие-многие годы там, в каком-то там году. Мы его полностью, он будет восстановлен. Ожидает своего преображения и ныне заброшенный бассейн. По замыслу архитекторов он превратится в современную многофункциональную детскую площадку. Мы используем борта для небольших скалолазанных деталей, переходные вот такие лазалки и бегалки по всему периметру. То есть мы просчитываем сценарий вместе с подрядчиками, которые занимаются только детскими площадками. Они разрабатывают их на безопасность, на интересность, на разную сценарность, на разную возрастность. То есть у нас есть разные возрастные зоны по этой террасе. Вот это батуты, например, для прыгания в них. То есть мы используем ходилки, лазалки и все наши переходы используются многофункционально. Уделили внимание участники импровизированной инспекции масштабной реконструкции Воронцовской колоннады и дворца. Сейчас в преддверии холодов колоннаду законсервировали, при этом продолжают заливать трещины в фундаменте. Аналогичные работы уже заканчиваются во дворце. Украинская морская партия Сергея Кивалова неоднократно выступала с позицией и шла на выборы, что те наши достопримечательности, которые у нас есть в городе, их надо восстанавливать, их надо сберечь для будущего поколения. Сегодня мы видим те преобразования, которые происходят в городе. И действительно можем порадоваться. В этом году открыт Стамбульский сквер. Мы сейчас видели, какие работы проходят в Греческом парке, какие работы проводятся в Колоннаде. Действительно, проекты грандиозные. И уже мы видим этапы воплощения их в жизнь. Завершение первого этапа масштабной реконструкции планируется к следующему дню города. Ну а открытие Греческого парка ожидается к концу 2018 года. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». Законопроект в сфере защиты животных вызвал волну возмущению одесских зоозащитников. По их словам, закон только на первый взгляд выглядит безупречным, а на самом деле имеет много недоработок. По новым положениям каждый хозяин домашнего питомца должен зарегистрировать его и сделать прививки. Также внесены правки относительно бездомных животных, которые по новому закону будут стерилизованы и помещены в приюты. Зоозащитники говорят, в новом законопроекте есть правильные положения, но нет механизмов их реализации. Ну, например, начну с самого простого, самого основного вернее. Это термина, что такое жестокое поводжение с тваринами. Значит, жестокое поводжение с тваринами в предыдущем законе очень широко раскрывалось и включало в себя практически все ситуации, когда животному причиняли боли и страдания. Этот законопроект практически все повычеркивал и написал такую страшную фразу, значит, обозначил, криминшую законную деятельности. То есть, читай, что теперь на узаконенных объектах, допустим, там, лаборатории или скотобойни, или еще что-то, очевидно, возможно, будет причинять животным боли и страдания. Конечно, это никак не вписывается в менталитет зоозащитников, это идет в разрез с идеями зоозащиты, и эту фразу мы никогда не примем, она позорная. В данном законопроекте также прописан метод биостерилизации, но, к сожалению, не прописаны никакие механизмы его проведения. То есть, речь идет о том, что все владельческие животные, не представляющие породной ценности, согласно данному законопроекту, должны быть стерилизованы. Но каким образом это должно быть осуществлено? Если мы сейчас видим, что в ветеринарных клиниках города стерилизация кошки по стоимости составляет от 600 до 1200 гривен, собаки от 1200, и если человек, взявший на себя ответственность за животное, должен будет выплатить сразу такие суммы, то мы понимаем, что многие, кто не сможет оплатить такую стоимость стерилизации, это животное могут просто выпросить на улицу. Поэтому мы не можем так рисковать судьбами и жизнями животных и ждать, а вдруг да, а вдруг нет. Поэтому мы, конечно, призываем этот законопроект, мы будем обращаться и собираем сейчас подписи, потому что, как показал круглый стол, что около 70% против этого законопроекта. Битва за ставок в Ширяево рыбакам не дают ловить рыбу. Арендатор считает, что они могут нанести вред водоему. Сами же рыбаки заявляют, что именно арендатор убивает ставок. В ситуацию вынуждено вмешалось руководство облгосадминистрации. Подробности в сюжете Константина Гречанова. В этих живописных местах рыбаки любят посидеть с удочкой. Однако уже несколько лет, с 2013-го, у них нет такой возможности. Арендатор ставка запрещает вылов рыбы, за исключением небольшого участка, который находится в непригодном состоянии. Здесь очень мелко и рыбы почти нет. По воде участок ограждает металлическая сетка, которая существенно ограничивает движение рыбы из другой части водоема. Здесь не рыболовня, просто паритые канали, горбы наритые. И не понятно, что это такое. Не можем мы рыбачить тут. Он нас, с основного ставка, речки Великий Куяльник, гонит сюда, на это как бы выделяет нам место. У нас есть пенсионеры, инвалиды. Они до этого места, даже так, если поделиться по километражу по дороге, могут добраться до этого, как бы назвать, я даже не знаю, звалища. Не могут. Мы боремся четыре года за то, чтобы можно было рыбачить нашу в Ширяевском ставку. Когда в 2007 году отдали ставок в аренду, с тех пор тут у нас постоянный конфликт на этой почве. Значит, арендатор не разрешает нам ловить ни любительский, ни оплату, а говорит, что это его ставок, и он может, что хочет, то и робить. Арендатор ставка заявляет, что в сложившейся ситуации виноваты сами рыбаки. Отведенный участок в конце ставка, это по желанию жителей, два года назад мы отвели, там зарыбляли, но факт такой, что еще в запрет данные люди рыбачили там с нарушением правил рыбалки, то есть с лодок, на много удочек ловили рыбу всю подряд, и пришел момент, что там рыбы стало мало, остался нам мусор, и, как говорится, без рыбы. Уже на нынешнее время там ситуация такая, что они там не хотят рыбачить. Рыбаки же все обвинения отрицают и заявляют в ответ, что уборкой территории не занимается сам арендатор. К тому же на сегодняшний день он имеет лишь продленный договор аренды земли. Аренда водных ресурсов до сих пор не продлена. При этом промышленные мощности предприятия арендатора до сих пор находятся на водоеме. Несмотря на неопределенный юридический статус, Валерий продолжает настаивать на запрете вылова рыбы. В ситуацию вмешались представители областной и районной государственных администраций. Чиновники предложили сторонам конфликта заключить меморандум. Досягнуто домовленостей з керівництвом, з орендарем та з громадською організацією щодо необхідності заключення меморандуму. Зараз сторони будуть займатися технічними сторонами цього питання, готувати свої пропозиції. Є юридичні казуси в документації, про це також ми розбираємось. Сьогодні виїхала екологічна інспекція, склала акти порушень, які будуть передані далі компетентному адмінистрації. Також представители районного администрації обязали арендатора навести порядок на території водоєма і устрінити нарушення природоохранного законодательства. Рыболовецке об'щество виробляє конкретні требації і в следуючю середу представить їх на трехсторонній встречі з участьюм чиновників. Якщо мирову підписати не вдастся, то сторони конфлікта ждуть судебні тяжби. Ми будемо следити за развитием событий. Константин Гречан і Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». За 4 роки финансової децентрализації об'єм городського бюджету увеличился почти в два раза без учета межбюджетних трансфертов. Об'ємні сообщила директор муниципального департамента фінансов Светлана Бедрега. В цьому году, как і в прошлом, проект городського бюджету удалось написати зарані. У депутатів і об'щественності є порядка полутора місяців на обсуждення документа. Доходи городської казни 2018 года запланированы на уровне 8 млрд 340 млн грн. Расходы составят 8 млрд 14 млн грн. Основные источники наполнения остаются неизменны. Налог на доходы физлиц, единый налог і плата за землю. Медицинская субвенция сократиться на 185 млн грн. і составит 668 млн грн. Це связано з реформою системи здравоохранення. Тепер первична медико-санітарна допомога. Будет финансироваться напряму із Києва. У нас существует 11 центров первойной медико-санітарной допомоги. І вот ці центри, в зависимости от того, як вони заключат договора з пацієнтами, напрямую будуть получать средства від національної служби здравоохранення України. Тому іде таке существенне уменьшення субвенции. Щоби не завісити від Києва і обеспечити безперебойну роботу коммунальних медучреждень, Городський департамент фінансів заложив в бюджет 2018 року соответствуючю статью расходів. На Пантелеймоновській 46 Собственность со двух смежних квартир на первом этаже решила переоборудовать помещение. Пока капитальный ремонт проводился внутри квартир, соседи не выступали против. Однако в четверг вечером строители затронули исторический фасад здания. Жители дома бьют тревогу, испорчено культурное наследие города. Ведь здание с 2008 года является памятником архитектуры. Подробности выясняла Лилля Горопашная. Гипсокартун вместо барельефа. Теперь здание, построенное в середине 19 века, выглядит именно так. Собственница двух квартир на первом этаже сама лично занялась реконструкцией фасада. Такое ноу-хау искренне возмущает соседей. Следовало восстановить то, что было. Это не та работа, которая сейчас произведена. Гораздо более дорогостоящая, чем та, которую следовало произвести. Испортен вид фасада, вид дома, который является архитектурной ценностью города. Мы гордились этим домом. Во-первых, это жилой фонд. Кто дал право его переводить в нежилой. И если перевели, его должны были сохранить точно в таком же состоянии, видя, как он был. Мы все возмущены и требуем, чтобы его вернули в первоначальное состояние. Такой, как он был. Ни в коем случае вот это безобразие, эту пародию допускать нельзя. В четверг вечером жителей встревожил непонятный шум с улицы. Выйдя во двор, они увидели рабочих, закрывающих панелями фасад здания. На просьбу предъявить документы, разрешающие ремонтные работы, ответа не последовало. Люди вызвали полицию. К жителям присоединились и представители правозащитной организации. Представители нашей организации вышли на место и пообщались с рабочими, которые производили эту реконструкцию. На наш вопрос, есть ли у них соответствующие документы, они ответили, что документы у них есть, однако предоставлять они их отказались. Так как диалог с рабочими не был найден, мы вызвали патрульную полицию, которая приехала по этому адресу и зафиксировала этот факт. Утром мы опять были на этом месте и при виде правозащитной организации нас застройщик скоропостижно собрал строительные леса, собрал все инструменты и скрылись с места проведения реконструкции. Я считаю, что если бы у застройщика были соответствующие документы, то он бы показал бы, предоставил бы их. Для того, чтобы привлечь к ответственности данного реконструктора, мы инициируем коллективное обращение в ГАЗ, так как это входит в сферу их полномочий. И в дальнейшем мы будем добиваться того, чтобы это здание было приведено в первоначальный вид. Пообщаться с собственницей квартир Раисы на месте не удалось. Однако соседи любезно предоставили ее номер. Женщина удивлена такой реакцией соседей, ведь уверена, все документы в порядке, а жителям дома реконструкция придется по душе. По какому поводу вы будете обращаться? По поводу незаконной реконструкции и уничтожения памятника архитектуры. Нет, я вам покажу фотографии, в каком оно было состоянии, это здание. Вы, наверное, до этого прекрасно видели. Нет, мы вот в том-то и дело, что мы видели, какие были изначально, какой был фасад. И он зеркально, он зеркально, он зеркально, он зеркально отображен. У меня есть фотографии. Ну, это не означает... Но ко мне прибежали со двора и просили, умоляли, хотя бы, чтобы оно не рассыпалось. Получается то, что вы гипсокартоном закрыли фасад, позбивали... Это не гипсокартон. Ну, не важно, панелями. Это новые технологии. Они будут доклеивать это все. Все то, что было на этом вот, оно все доклеивается. Клеем, который, я не знаю даже, как называется. Это новые технологии. Ребята, это не гипсокартон. А вы здесь бываете, вы вообще видите, что ваши рабочие делают? Возможно, вы не в курсе, что происходит? Ну, как я не в курсе? На просьбу предоставить разрешение на реконструкцию фасада Раиса диктует название и номер документа. Разрешение действительно есть. Датированное 18 сентября текущего года. Однако, по словам юриста, оно разрешает начало ремонтных работ, а не разрушение культурной памятки. По словам представителя собственника помещения, у них есть декларация о начале работ, которая не говорит о том, что у них есть разрешение. Они только задекларировали о том, что они собираются проводить работы по реконструкции. Поэтому нам предстоит выяснять, на каких основаниях получена эта декларация и какие другие документы, подтверждающие законность проведения этой реконструкции, у них есть. После продолжительной беседы Павел и Раиса все-таки договорились встретиться в понедельник. Юрист обещает, все документы будут надлежащим образом изучены, обращение в ГАЗ подано, а памятник архитектуры по возможности спасен. Лилия Горопашная, Денис Рудь, телеканал «Репортер». С начала года в местные бюджеты удалось вернуть около 61 миллиона гривен. Это почти в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году результаты работы Южного офиса Госаудитслужбы признаны лучшими в Украине. Сейчас мы приоритетное внимание уделяем работе с департаментами городского совета. Мы начали ревизию департамента культуры. Очень скоро начнем ревизию департамента образования. У нас есть целый ряд обращений от правоохранительных органов. Посмотрим с декабря месяца, проведем ревизию всем известного предприятия коммунального теплопостачания места Одессы. С начала года специалисты проанализировали 185 закупок на сумму более 4 миллиардов гривен. Из них по рекомендациям службы отменили 48 процедур на сумму более миллиарда. Также почти в полтора раза увеличилось и количество выявленных финансовых нарушений. Они нанесли материальный ущерб государству на сумму в 72,5 миллиона гривен. Первый замгубернатора области Александр Терещук выразил надежду, что все виновные получат подозрения в ближайшее время. Программа в том, что проведена работа, которая проводилась, это порушение, это кража грошей. Давайте так будем своими словами говорить. Тут ответственность одна – криминальная. И основное вопрос – это для того, чтобы эти деньги вернули в бюджет. В этом направлении я только что буквально вы выходили, слышу про то, что 13 человек сообщили о подозрении, это уже определенный уровень. Но сегодня на нас, как вклад, это не влаштовывает. Я хочу видеть каждого, кто украл деньги, видеть по нему подозрение, видеть решение суду и видеть отшкодирование денег, которые будут поверены до бюджета и использованы за призначение. Это основное наследование и основное покарание. Одесский военно-исторический музей отпраздновал 50-летие. В его экспозиции представлены предметы, рассказывающие о военных событиях, начиная со времен Киевской Руси. Особое внимание здесь уделено Великой Отечественной. Афганскому конфликту и новой истории бойцам АТО. Большая часть экспонатов – это подарки самих военных разных поколений. Нам привозили очень много вот этих осколков, которые вы видите здесь, бронежилеты, кикиморы, маскировочные сетки и так далее. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. Счастливо! Продолжение следует... Продолжение следует...